МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У, Москва, агрессор, оккупант, империя зла. Поэтому надо держать ухо в остро и всматриваться в приметы. Знаете, не хочется это даже комментировать. Бога больше нет. Мир на грани информационной катастрофы. И перспектива этой жизни отсутствует. Делать-то что? Где врач? Куда звонить? Ну что, друзья, пришло время окунуться в волшебный мир за поребриковых новостей. Ведь на федеральных каналах уже много лет подряд, так сказать, своя атмосфера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время идёт, президенты Украины меняются, а в России как продолжали, так и продолжают спекулировать темой газа. Если Украина скоро вступит в НАТО, мы возьмём и перекроем Украине газ. Надо жить, зная, что при любом президенте цена на газ снова вырастет. И это уже запланировано. Причём ура-патриоты за последние пять лет, похоже, так и не поняли, что оставить Украину без газа будет проблематично. Ведь всегда можно купить реверсный. Да, он тоже российский, но вот шантажировать Европу ценами Россия не спешит. Россия готовит газовый кризис. Всё идёт по кругу, при новом президенте круг не разомкнётся. Оно и понятно, санкции давят, северный поток нужно строить. Поэтому надувать сопли пузырями у Кремля получается разве что в отношении Украины или других постсоветских стран. Ребят, вон Киев переименовывать собрались. Вот моё предложение переименовать город Киев, который освободил Ватутин, в Ватутинград. Вот что это, если не мозговой ананизм? В смысле, сами придумали, сами взбодрились. И сидят довольны. Киев – это мать городов русских. Он был и будет нашим. И мы вправе его переименовать в Ватутинград. Ведь с тем же успехом можете и Вашингтон в Путинск переименовать. Ну а чё? Фломастером написал на карте и готово. Много ума на такое точно не надо. А вот донести новое название Киева и Вашингтона внеземным цивилизациям наверняка будет поручено главе Всероссийского комитета «Пузырьки в плавках». А всё потому, что Жириновский вместе со своей чудесной партией наконец перестали тратить время на эту скучную и неинтересную политику и занялись тем, к чему душа лежит. То есть эстрадно-цирковым жанром. На этой неделе все узнали, что из новостей, что у Вашей партии появился хор и не любительский, а профессиональный. Это лучший хор сегодня. Очевидно, после очередного алко-караоке у ребят шикародилась гениальная мысль. А не слетать ли нам в космос? Из Госдумы на Луну. Председатель ЛДПР заинтересовался предложением главы Роскосмоса запустить в космос туристический корабль с надписью ЛДПР. Да и правильно, почему бы не слетать? Если еще и Путина с собой возьмете, то идейка вообще пальчики оближет. Прошу об этом не говорить, не по этому поводу не возбуждаться. С другой стороны, крайне важно, чтобы Жириновские с друзьями на орбите ограничились привычными земными контактами. А то не приведи Господь во время полета с гуманоидами какими-то состыкуются, так те потом думать будут, что на планете Земля все такие. Вот так. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду о вас плевать и вытирать ноги. Ну а если серьезно, то стоит ли в который раз проговаривать, зачем российские каналы кормят огромную страну всем этим трешаком? Просто если в один момент исчезнут новости про газ, хохлам или про Жириновского на орбите, люди могут обратить внимание на свои проблемы. Лицензия на подземную воду с 1 января 2020 года, она станет платной. Видали пары-моженьку? То есть решил на даче скважину для полива сделать и извольте заплатить. Без получения данного документа пользование подземными водами в хозяйственно-бытовых целях будет запрещено. Вот что значит с колен стремительно встали. Были палки на улице, стал ценный валежник. С Нового года вступил в силу закон о валежнике. Даже в царской России можно было выносить сучья из леса. А после принятия нового лесного кодекса народ такой возможности лишили. А учет объема собранного валежника должно вести некое учреждение до вывоза из леса. Была водичка на участке? Теперь национальное достояние. До сегодняшнего дня для пользования подземными водами лицензия не требовалась. Значит и налоги тоже не уплачивались. С 1 января 2020 года это требование становится обязательным. По ходу сказка про Чиполина настольная книга у депутатов в Госдур. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! А ежели кто брыкаться вздумает и на бояр клеветать, вот как в Архангельске из-за мусора. Суд в Архангельске оштрафовал двух местных журналистов, освещавших мусорные протесты. На таких украдиверсантов всегда управа найдется. Тем более денежка на выписку люлей холопа муцаря всегда найдется. Мало полиции, Росгвардии и прочих ОМОНов. Вон уже! Кизяки-дружинники профессиональный праздник гуляют. Всероссийское казачье войско. Основа военного потенциала России. Получается картина маслом. Был безработный алкоголик и планокур, ну вот как тот же Бабай. Люди, которые верят в Святую Русь, они все встают и идут воевать со злом. А зло у нас сейчас масон. Но стоит напелить костюм Кизяка и бинго! Ты теперь всеми уважаемый дружинник, поборник закона и опора нации. Конечно, человек, у которого все отлично складывается с карьерой, с бизнесом, в семье, он не будет ходить ряженым по городу. И вот этим занимаются люди, у которых все очень плохо. И они компенсируют за твой счет на улице вот свою неустроенную жизнь. И нет никаких сомнений, что эти ребята будут от души лупить нагайками всех, кто попробует уточнить, например, а почему во время очередных пожаров в Забайкалье? В Забайкалье стремительно растет площадь природных пожаров. На данный момент огнем охвачено более 20 тысяч гектаров. Ситуация с природными пожарами резко осложнилась. Сегодня на юге Сибири только в Иркутской области обнаружены сразу пять новых возгораний. Тайга полыхает на площади свыше 160 гектаров. Когда сотни русских семей остаются без домов и средств к существованию... Пострадали почти 700 человек несколько сильнейшими ожогами сейчас в больницах. Спасаясь от огня, люди бросали все, что у них есть. Ожоги получили 29 человек, более 300 остались без крова. Многие потеряли не только свои дома и имущество, но еще и документы. Когда огонь уничтожает уникальные природные парки и редкие виды животных... Огонь уничтожил более сотни жилых домов, погибли тысячи животных. В Хабаровском крае, в национальном парке Анюйский, вспыхнул пожар рядом с местом обитания мужских тигров. Наконец, когда техники и пожарных бригад традиционно не хватает... Лесопожарной техники и оборудования в регионе недостаточно для качественного выполнения работ по отушению природных пожаров. Олюшка Скобеева, а это на секундочку лицо государственного телеканала, конечно же едет снимать пепелища и руины. Но не в родимое Забайкалье, а в проклятый гееропейский Париж. Пожар в Париже больше, чем пожар. Горел Нотр-Дам-де-Париз. Ольга Скобеева на месте. Мы сейчас находимся на посту, аккуратно напротив собора Парижской Богоматери. Да, во Франции случилась большая трагедия, но вот просто интересно, каково русским погорельцам смотреть по телевизору про Париж, когда у самих от дома только угольки остались. 17 поселков, напомню, в минувшие только выходные пострадали. Некоторые частично, некоторые полностью сгорели. Бросили все хозяйство, что было, все и сгорело. Жить негде. А в Москве на это всем пофигу. Думаете, хоть один канал собрал студии по Забайкалью? Но чтобы эксперты ущерба ценили, разобрались, почему в сверхдержаве пожарные машины на вес золота. 80% техники выработало нормативный срок эксплуатации. До сих пор неукомплектованные штаты учреждений, участвующих в выявлении тушений пожаров. Несмотря на увеличенную численность до 80 авиационных пожарных, она остается в 2,5 раза ниже нормативной. Да как бы не так. Кому тебе русские интересны? На их горе пиара не сделаешь. А вот предложить Парижу своих реставраторов всегда пожалуйста. Владимир Путин выразил сочувствие Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Президент также предложил направить в страну лучших российских реставраторов. И, конечно, в предложении помощи нет ничего плохого. Просто здесь вопрос приоритета. Вы бы карасики с таким же пафосом для начала пообещали бы своим гражданам дома реставрировать. Но вместо этого по телевизору дебаты о Франции. Говорим про символы, про мрачные и жуткие вообще пророчества. Во-первых, конечно, это произошло все в первый день страстной недели католической. Случайность, не знаю. Рамы просто так не горят. Если бы там был Шойгу с нашими самолетами, которые леса умеют тушить тайгу, да? Вот было бы гораздо меньше потерь. С привычным для нынешней России элементом мистики. Когда факты и анализ заменяют разными очешуительными предсказаниями, знамениями и далее по списку. Духовный символ. Не зря у нас тут же в России заговорили о знамении. Этот огонь сначала посчитали бутафорским. Потом назвали дьявольским. То, что случилось, трудно не увидеть грозное знамение. Видала Машка? Уже боженька гееропейцев предупреждает, что живут неправильно. Рассказывал политинформацию жене патриот Ване из Забайкалья. Мы-то, Машка, конечно, тоже погорели. Но хоть счет затушения пожара с использованием подземных вод не выписали. С 1 января 2020 года наступает обязательное требование для садоводческих товарищей оформлять лицензию. И вон костер из валежников долг разрешили развести. Вот что значит Путин и Россия думает. С таким командиром живем, как у бога за пазухой. Закончил патриот Ваня и города пошел спать в палатку. Ничего, россияне с домами подождут. Чай не балованы. Главное, чтобы Франции вовремя помогли. После того, как силами гениальных российских депутатов Некрасовские «Откуда дровишки?» из леса вестимо стали по сути описанием уголовного преступления, даже в царской России можно было выносить сучи из леса. А после принятия нового лесного кодекса народ такой возможности лишили. Мы решили узнать, а сколько еще таких талантливых законопроектов существует в стране, в которой давно нет никаких проблем. Ну, кроме Украины. Ну, не может Украина жить вне поля России. И вы знаете, это был тот самый случай, когда окончательно стало понятно. Все эти годы мы были неправы. Россия – это действительно счастливая и великая страна. Ведь только в странах с высоким уровнем жизни, где нет бедности, коррупции и, например, проблем с экологией… В Башкирском Сибае власти запретили выпускать детей на улицу, а взрослым рекомендовали носить респираторы. Утренние измерения показали трехкратное превышение содержания диоксида серы в воздухе. В Прокопьевске выпал черный снег. Очевидцы делились и кадрами экологической катастрофы в Киселевске. Депутаты могут быть заняты вот такими важнейшими начинаниями. Депутат Госдумы Виталий Милонов сегодня выступил с инициативой продавать интимные товары строго по назначению врача, так, чтобы без рецепта купить их было невозможно. Ну вот же, вот именно таких законов для полного счастья не хватало. А то, как дикари, честное слово, ходили в секс-шопы без одобрения терапевта. По мнению парламентария, специализированные магазины для взрослых и то, что лежит на прилавках таких магазинов, становится причиной, ну вот она, цитата, нездорового интереса к сексу. Ну, теперь-то заживем. Можете представить себе стандартную озлобленную очередь в городской больнице, и тут кто-то врывается в двери с криками «Извините, я на секундочку! Мне б только разрешение на резиновую бабу подписать!» Врачи задумались, а кто именно, по мнению Виталия Милонова, должен будет выдавать эти справки педиатры, сексологи, а может быть, психиатры? Причем, что важно отметить, именно бабу, бабу! Потому что за резинового мужика можно на раз-два-три по закону о гей-пропаганде в каталажку заехать. Российская Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете на гей-пропаганду. С другой стороны, на какой именно товар из секс-шопа придет, выписывать направление страждущий не имеет никакого значения. Вангуем, что пенсионерки будут разрываться от негодования настолько быстро, что через пару лет весь пенсионный фонд «Бояре» смогут спускать на Блэк Джек до Поклонских. «Извините, пожалуйста, умудрился затолкнуть даже себе колбасу в зад. Поэтому любовь у каждого разная». Насчет Поклонских, правда, есть сомнения. Ведь к тому моменту в России уже могут принять закон о стандартах красоты. И это не какие-то наши фантазии. Ведь запоребриковые депутаты уже давно тренируются на манекенах. Депутат Госдумы предложил законодательно запретить ставить в витринах куклы, то есть вот эти фигуры, с идеальной фигурой. Обижают, понимает ли, русских бабонек все эти худощавые пиндосовские манекены. Депутат с женой на шопинг идёт и одна, знаете ли, нервотрёпка, потому как всё, что на манекене хорошо сидит, на типичную депутатскую жену всем районом не натянешь. Это не женщина должна быть похожа на манекен, а манекен на женщину. Чтобы соответствовали реальным пропорциям русской такой вот женщины, русской красавицы. Поэтому вывод какой? Верно, бусинка и дальше пусть кушает от души. А манекенов надо бы запретить. А ежели владельцы отдельных магазинов перечить вздумают, дуэльный кодекс уже в разработке. В Госдуме хотят создать дуэльный кодекс. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил проект дуэльного кодекса России. Ещё раз, 21 век, страна, где газ в посёлке – это праздник, а пожары можно и осенизаторской машиной тушить. Почему осенизаторской машиной стали тушить? А потому что больше нечем тушить. Так вот, депутаты именно этой страны заняты дуэльным кодексом. Или, например, придумыванием новых праздников. Ведь грех же в День вежливых людей стопку-другую не опрокинуть. В России предложил ли учредить новый праздник – День вежливых людей? Причём пора рюмок здесь не обойтись, а накатить придётся от души. Ведь бояре далеко не дураки. И умеют совместить имитацию работы с зачётным подлизыванием. Вмечать его 7 октября, в день рождения президента Путина. Его уже поддержали многие депутаты, а также Комитет по обороне. День вежливых людей, да ещё и на днюху Путина. Это надо очередь за боярой за месяц занимать. А вы говорите, не работают депутаты. Да там полная госдура, Юрий Венедиктович. Отдохнуть тебе надо, Юрий. Не бережёшь ты себя. Некогда мне отдыхать. О России думаю. Правда, читая отдельные законы, иногда кажется, что лучше бы они всё же дуэлями и дилдо по рецепту занимались, чем, например, лишали детей-сирот возможности обрести семью. В судьбе российских сирот американцы участие принимать не будут. Если кто не знает, закон Димы Яковлева был ответом путинских халуёв на Акт Магнитского. Закон Димы Яковлева вступил в силу в 2013 году. Он стал ответом на Акт Магнитского. В народе он получил обидное прозвище «Закон подлецов». То есть, понимаете всю степень цинизма? Депутаты обиделись из-за санкций и запретили американцам усыновлять никому не нужных, в основном тяжело больных детей. Девочка, которой российские врачи давали лишь несколько месяцев жизни, стала упорно заниматься спортом. Теперь она не только многократный призёр паралимпийских игр, но и дипломированный специалист в области психологии. Мать-алкоголичка бросила мальчика, потому что у него были парализованы ноги. В 4 года он только мычал и громко плакал. Сейчас Ваню Пастухова зовут Джон Лохуцкий. Его усыновила американская семья. 3 года назад Джон написал книгу «Мальчик из детского дома номер 10». Лишили вот этих крох. Шансов даже не на достойное будущее, а просто возможности жить. Среди детей, которых должны были усыновить иностранцы, много больных. Доживут до 18 лет не все. До 30 почти никто. Как говорится, не жили в семье, не знали любви. Нечего и начинать. Если вы думаете, что на этом дно ограничилось, то сейчас мы вам ещё днище покажем. В Госдуме предложили лишать прав родителей, чьи дети ходят на несогласованные митинги. В общем, детей-сирот депутатам показалось мало. Причём в прямом смысле слова – мало. Это в нормальных странах чиновники делают всё, чтобы интернаты пустовали. А в России, напротив, озабочены их наполнением. В случае, если ребёнок дважды посетит какую-либо акцию, нужно будет отправить к нему домой органы опеки, считают депутаты. Короче, если вашего пацана поймают на неких митингах, речь, конечно же, не идёт о «Единая Россия». То родители запросто могут попрощаться со своим чадом. А если ребёнок пойдёт в третий раз, то пусть вещь собирает и в детдом. Вот где демократия, вот где гениальная инициатива. Ну а чё не так? Если не смог вырасти от нормального патриота, значит, твоего либераста и белоленточника Родина в интернате перевоспитывать будет. А ведь мог бы, как нормальные дети, красивые патриотичные песни петь. Но пришёл Владимир Путин и сказал, жить лучше будет. Владимир Путин, молодец! Так нет же, сначала сидят по своим интернетам, а потом царь этой школоте уже не такой. Потенциальные скакуны подрастают, подумали патриотичные депутаты и решили, с буржуйским интернетом надо бороться. Государственная дума сегодня приняла в третьем окончательном чтении закона об устойчивом Рунете. Теперь на законодательном уровне Роскомнадзор наделён особыми полномочиями. Теперь у Роскомнадзора тоже есть своего рода рубильник. Даёшь свой импортозамещённый Рунет, чтобы если по медицине чё надо, то только видосики с Малышевой открывались. Человек пукает во время оргазма. Кто считает, что это норма? Поднимите руку. А если новости какие, то и Киселёва с Зейналовой хватит. И не надо тут лицо кривить. При дедах вообще никакого интернета не было. И ничего, до Берлина дошли. Никогда такого не было и вот опять. Россия снова нарушает взятое на себя обязательство. Владимир Путин сегодня подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Указ Путина об упрощении выдачи паспортов это, по сути, выход из Минских соглашений и фактически признание Москвы. Да, мы врали о гражданской войне. Да, мы оккупировали часть чужой страны. И теперь, чтобы окончательно отжать территорию, повторяем в Донецке и Луганске сценарии Южной Осетии. В регионах Абхазии и Южной Осетии Кремль также раздавал российские паспорта. А в 2008 году под предлогом защиты своих граждан начал так называемую операцию по принуждению к миру. То есть сейчас Москва как никогда повышает ставки, ставя и руководство Украины, и западных союзников перед выбором. Либо соглашаться на условия Кремля, либо очень скоро увидит на своей земле зелёных католюбов под видом миротворцев. Все помнят, что операция по принуждению Грузии к миру началась именно после обстрела российских граждан в Цхинвале, нашего миротворческого контингента. Теперь такой вариант есть и у нас в Донбассе. А повод для этого как раз будет подготовлен. Мол, мы пришли защищать своих граждан. Думаете, зря они первую пачку паспортов для местной элитки приготовили? В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур. Тем временем в славной Недороссии пока куда более простые проблемы. Там прошёл очередной тур республиканского чемпионата по фойкомёрству. Причём на этот раз встречались гранды. Ожидается прибытие так называемой роты кричащих орлов. Это спецназ США. Это 150 десантников из знаменитой американской 101-й дивизии. Донбасс – это перспективный регион. С нами хотят работать, с нами можно и нужно разговаривать. Так сказать, опыт против молодости. Работает не просто дежурный стрелок, а снайпер. Расскажем об интеграции ДНР в Российскую Федерацию. Офицерская водочка против винишка в гостишке с пушилой. А что мы готовы показать в следующем году? Покажем гораздо больше, уверен. Но давайте уже факты. Изначально в противостоянии с Алёнушкой Морозовой военкор Сладков был заявлен в качестве фаворита. И, видимо, решил не напрягаться и выезжать на опыте, забросав юную нимфу шапкой. В смысле, особо не заморачивался в подготовке фейка. Да и вообще о свежем творчестве Сладкова мы узнали от Дани Бессона. Боевики 22-го батальона 93-й бригады в нарушении нормы международного права обстреляли съемочную группу телеканала «Россия-1». Младший научный сотрудник Министерства галлюцинаций рассказывал очередную очешуительную историю, как честнейших журналистов ВГТРХ обстреляли прямо во время съемок сюжета о мирных жителях Спартака. Осуществляющих подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районенасиленном пункте Спартака. Конечно, после таких откровений было бы странно не поинтересоваться подробностями у, так сказать, непосредственного участника событий. В общем, все ожидаемо. Мы вам сейчас момент с типа обстрелом покажем, а вы там попробуете найти мирных жителей. У вас стреляют по нам. Короче, все, что снимает московский военкор, делается по одному сценарию. Он заезжает на позиции боевиков, где мирными жителями и не пахнет. Не надо, дешусь туда. Сейчас только перебежечками. Каждый раз, по удивительному стечению обстоятельств, в этот момент начинается типа обстрел Укра. В Донбассе сегодня под обстрел украинских силовиков попала съемочная группа нашего военного корреспондента Александра Сладкова. Ну, пожалуйста, уже показывали. Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова. В окоп прилетело. Ну и, соответственно, зрители в России видят картинку в выгодном для пропаганды виде, где есть только черное и белое, хорошее и плохие. Ну, они стреляют сейчас. По нам стреляли. По нам стреляли. Вот такое перемирие. Хотел услышать, как стреляют, хотел посмотреть, есть ли оно или нет. Рассказывать не надо. Пули мимо тебя пролетали. Плохие украинцы постоянно охотятся за хорошим Сладковым. Но все как-то, знаете, неудачно. Снайпер, вон, еле бегущего, здоровенного кабана так и не попал. А вот ополченцы, напротив, хорошие ребята. Им вообще стрелять запрещено. Они сами говорят, мы наблюдаем, мы наблюдаем, но мы не можем стрелять. Стрелять запрещено. А запрете стрелять в сюжете повторяют раз 20. И буквально тут же разоблачают себя. Если уж долбить начнут, почернят. Мошенник работать будет. В смысле работать утесом? Так ведь запрещено же стрелять. Впрочем, что там у полчленца троллить, когда сам маэстро в соседнем же видео признается? Да, идут стрелковые бои. Четверо суток огонь был настолько плотный. Взаимный. Взаимный. Стрелковый. То есть, понимаете, они зрители считают просто за рыбок гуппи. Без ума и памяти. Ну, а если бы Сладков манипулировал только с обстрелами, то против Аленушки Морозовой у него не было бы ни единого шанса. Поэтому пацан решил перестраховаться и поведал миру историю, которая порвала всю нашу базу НАТО в клочья. Повесили флаг свой государственный кверх ногами. Не жёвто-блокитный, а блокитно-жёвтый. Короче, Сладков с друзьяками заметили на одной из позиций перевёрнутый украинский флаг. И решили через это прокачать старую методичку о фашистах в ВСУ. Причём история была настолько притянута за уши, что сам маэстро, похоже, решил не шквариться, а переложить позор на того, кого не жалко. Вы же не забыли убогого Димочку Астраханя? Я вот хвастаюсь, у меня тоже всё крутое. Минусовая малешка. Мпс-шный плейт-кэрер. Плейт-кэрер. Был совершенно другой подход вообще к информационному обеспечению. Дима, обеспечение. Диноват. По обеспечению в обеспечении. Астрахани, кстати, СБУ ещё два года назад завербовал. Смотрите, как он мастерски проговаривает в Украине. Вместо любимого в России и на. В Украине, в Украине. Но главное здесь в другом. Раз в ВСУ вывесили флаг вверх ногами, то значит что? Верно, они фашисты. Если я вижу украинский флаг перевёрнут, это значит, что там радикалы. Да, те, которые непосредственно себя ассоциируют с Третьим Рейхом, точнее с украинскими подразделениями в Третьем Рейхе. Как говорится, кому какие доказательства ещё нужны. А вот Басе явно не фашист. И шеврончик у него правильных цветов выходит. С Басуриным, конечно, смешно получилось. Бабки шепчут, что со временем цвета Дерляндии выгорают как раз в сине-жёлтый флаг. Как, видимо, и случилось с шевроном батальона «Кальмиус». Ну а может Этька просто по ошибке с бодуна форму украдиверсанта надел? Ну а давайте уже вернёмся к типа перевёрнутому флагу из сюжета «Сладкома». Ммм, нам одним кажется, что с расположением цветов всё как бы нормально. То есть они либо вообще из башки эту историю взяли, либо фашисты такие фашисты, что несмотря на огонь противника перевернули флаг. И ещё раз, подобные маразмы они крутят на огромную аудиторию. Причём порой даже кажется, что переплюнуть эту жесть будет сложно. Отмечается присутствие грузинских снайперов женщин, которые ведут себя очень развязанно. В дальнейшем будет более тонкая какая-то игра. Специально для канала «Сладков плюс». Хочу остановиться на геноциде свиней. Но вот тут-то и появляется вторая участница баттла фейкомётов. Алёнушка Морозова со своим крымским творчеством для альтернативно одарённых. Есть, знаете, такой специфический мирок, где гоблин Аксёнов не гоблин, а суперзвезда. Я, в свою очередь, благодарю за приглашение. 11 мая тоже буду, буквально, буду у вас, то есть на пятилетии. Спасибо большое. Вас ждём. Ослёт полезных идиотов Путина и непризнанных государств на украденном полуострове ребята называют новым мировым порядком. Пятый международный экономический форум собрал свыше трёх тысяч участников. Главная тема – мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность. Пока большая часть населения Недореспублик не высовывает нос дальше Седова, бравый революционер Чепушила второй раз за два месяца привет жене и Талакиной выгуливает Морозову в Крыму. Тут, конечно, сразу вспоминаются знаменитые перлы про кухню. Я, между прочим, тебе 10 минут на кухне посвятила. Ну всё, попался любитель шоколадки Алёнка. Хотя, с другой стороны, может, революционеру просто сюжетики нравятся, где он ходит под музыку и обнимается со всеми 20 минут к ряду. Простой бабушке из Донецка эта картинка должна, видимо, доказать всемирное признание Дерляндии. А если добавить к этому ещё и вот такие аргументы... В то время, когда для всего мира и вообще не существует такого государства, как Донецкая Народная Республика. Хотя, как это не существует, если мы сегодня здесь? То вообще баста. И пофигу, что для Москвы ОРДЛО официально не существует. Украина должна оставаться единой. Признание независимости, как сейчас вы предлагаете ДНР и ЛНР, это является проявлением нервного срыва и слабости. Зато новый батя вон вместе с российским депутатом масло нюхал. И даже оценили аромат подсолнечного масла. В голове образ такого свежего салата с вот этим маслом. Ну, просто точные позывные для выделения желудочного сока. А потом показывал каталог предприятий, где на первой же странице, что бы вы думали? ДМЗ, стирол, шахта-засядька? Да, как бы не так. Тупо фото Пушилы. Вот же оно, то самое предприятие Донецкие мечты. ЧП Пушила! Работаем на приём, но не на выдачу. С другой стороны, конкретно за Алёнушку Морозову Пушиле нужно сказать спасибо. Мы умышленно постарались. Девчуля в каждом сюжете разрывает тусовку в клочья, постоянно поднимая планку в рубрике «Самый тупой вопрос». А протирается зачем? Вот интересно, какой ответ она ждала? Это же можно целое шоу «Кто хочет стать Алёной Морозовой» делать. Ну, а если серьёзно, весь этот парад абсурда – это смех сквозь слёзы. Ведь с одной стороны, нельзя не улыбаться, глядя на этот коктейль глупости, фейков и лизунства. А с другой, можно лишь предположить, как всё это деструктивно влияет на миллионы людей в оккупации, которые вынуждены жить в мире только с одной точкой зрения – сформированной генеральной линией партии. Работала бы моя пропаганда, вы бы, сволочи, вздохнуть не посмели, нацистские! Уничтожить их всех! Всё, полностью, весь режим киевский! Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев! И всё, проблема речна! Закрою глаза, леденец в рот и буду сосать, залезу под одеяло пукнутым, и буду леденец во рту держать. Вот они нам... А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Все иностранные свиток сразу... Мы решили сделать этот сюжет только с одной целью – чтобы все хорошо понимали, что из себя представляет гебельсовщина на марш. Да, мы видели, мы знаем про пытки детей, мы знаем про то, как в рестораны кидали полиэтиленовые пакеты и говорили «Жарь мне печень моего противника». Уже давно не секрет, что на российских каналах пытаться найти новости про Россию – вещь абсолютно бесполезная. Их там нет. Настолько, что прямо на здании Останкина уверенно можно размещать баннер «А чё там у хохлов?» В нашей жизни есть, конечно, несколько вечных вопросов – пить или не пить, и второй – «А чё там у хохлов?» И это вовсе не какие-то наши фантазии. Сами послушайте рассказ студентки, проходившей стажировку на Первом канале. Я попала в программу «Время покажет» на Первом канале. Я с надеждой спрашивала, что же мне нужно делать сегодня? И каждый день я получала один ответ – искать украинцев. Понимаете всю прелесть происходящего? Начинающих журналистов сразу обучают главному. Волгограда, Челябинска, Якутска и людей, живущих в этих и других регионах России, для федеральных каналов нет. Никому не интересны русские, так что давай, красавица, действуй, найди-ка нам украинцев. Там работают молодые девушки, у которых есть всего три задачи. Первое – искать украинцев. Второе – держать микрофон у рта эксперта и не давать ему его сломать. И третье – принимать звонки в колл-центре. Стоит ли удивляться, что при таком подходе к делу даже в итоговых программах о России зачастую говорят не более 10 минут, да и то в основном ближе к концу программы? Не верите? Окей, возьмём, к примеру, Киселёва. И что же мы видим? Огромный кусок про Украину. Итак, Украина. Украинские спецслужбы и вообще силовые структуры как-то поджались и стали вести себя мягче. Обязательный блок, а США, НАТО, ну куда ж без этого? Самый неэффективный альянс, который можно себе только представить. Ну и немного Ливии, так сказать, на погоны. Ливийская национальная армия во главе с маршалом Махалифа и Хафтером взяла под полный контроль столичный международный аэропорт Триполи. И никаких российских проблем. Причём все же из вас понимают, что это не частная лавочка, где могут круглыми сутками показывать, чё Бог на душу положит. Хоть мультики, да хоть порно. Это государственный канал, где за деньги российских налогоплательщиков, на них самих со всеми их проблемами, тревогами и надеждами с завидной регулярностью кладут здоровенный Искандер. И это правда. И ничего, что крыша в доме протекает, из-за санкций с работы сократили, а вместо жизненно необходимой дороги снова что-то там построили в Крыму или поддержали сестричку Сирию или братскую Венесуэлу. Уже не про Украину, не про Сирию, не про вмешательство выборов. Нет. Про Венесуэлу. В Венесуэле тоже надо помогать. Ничего не обеднеем. В Венесуэле мы можем помочь. Венесуэла ждёт. Но не время надувать сопли пузырями. Сидите, холопы, тихонько и не вздумайте рыпаться. Вон, посмотрите, что в Украине творится. Вы хотите, чтобы и вас так же? Но в Украине гораздо, гораздо хуже, и мы должны понимать, что к этому нам нельзя никак скатиться. И так год за годом. И вот уже на каком-то этапе Геббельсовщина по-русски дошла до того космического уровня цинизма, что пропагандисты сами стали смеяться, мол, вы не поверите, но сегодня снова говорим об Украине. Сейчас будет русская народная тема Украина, ну а Украина, конечно, вот. Ну что, Украина? Украина опять. А чтобы воодушевить паству и подвести под этот трэш хоть какой-либо базис, всё это подаётся под соусом интересов Отечества. Мол, это наша зона влияния, боремся за свою землю. Украина – наши национальные интересы. Сегодня украинское будущее больше не важно никому, кроме России, поскольку та находится в сфере наших национальных интересов. А теперь просто проговори. Вы можете себе представить, чтобы некий телеканал, к примеру, в США, собирал целые студии с разбором полётов в соседней Канаде. Причём собирал не просто как-то единоразово по ситуации, а ежедневно, более трёх часов в день, по всем федеральным каналам на протяжении многих лет. На Украине в последнее время совершенно чёткий тренд фашистского толка. И это является фактом. Эти люди, мне кажется, демонстрируют нацизм, сами того не понимая. Но в этом и есть катастрофа современной Украины. На Украине все признаки возрождающегося неонацистского государства. Такого нет нигде в мире. И дело даже не в пропаганде. Что-то нам подсказывает, что вряд ли вы представляете, какие суммы из бюджета страны они спускают на каждую программу. Попасть в политический ток-шоу в Москве проще простого. Но глядя на политолога в студии, это вроде бы и так понятно. Бесплатно на такое залы не заполняется. Вот, например, видите этих профессиональных хлопальщиков? Каждый из них получает деньги. Да, деньги сравнительно небольшие. Но с учётом количества массовки и числа ежедневных эфиров на всех федеральных каналах в месяц вырисовывается. Очень неплохая сумма. Вот и я пошёл чуть-чуть подзаработать. Мне досталось 300 рублей. И очень уж охота спросить. Ну что, россияне, нравится вам из своего кармана оплачивать бездельников, которым не нужно горбатиться, как вам, на тракторном? Им достаточно просто аплодировать по сигналу, якобы поддерживая то, о чём говорят. И вряд ли эта тема будет касаться российских проблем. А что же мне нужно делать, чтобы получить свои три сотни? Элементарно. Хлопать в нужный момент, создавая видимость, будто происходящее в студии хоть кому-то интересно. Причём темы про Украину уже настолько всех утомили своей однообразностью, что массовка просто засыпает на эфир. То есть люди могут, ну, там, заскучать, уснуть, там, ещё что-то. Им какая-то тема надоела, например, Украина, которая практически ежедневно у нас обсуждается. Но бог с ними, с этими хлопальщиками. Давайте поговорим о ручных экспертах. Пока в одном из регионов семья выживает на 500 рублей... А в какую сумму денег вы живёте вместе? 450 рублей. А что на эти деньги можно купить? Ничего. А бабушки вынуждены переползать через старые деревянные мосты. Чтобы сходить в магазин за продуктами, им нужно идти по этому так называемому мосту. Стараюсь ползать. Сегодня хлебный день, надо идти. Миллионы рублей ежемесячно уходят на гонорары ручных экспертов. Большинство из которых – откровенные проходимцы. Вот, например, один из типа экспертов в позе боевого хомячка отыгрывает нужную роль. Что ты бляжешь, сука? Что ты такой человек? Что я убивал? Ты что, кто тут? Оно выйдет. Выйди отсюда, выйди. Я не лидов, а больше вы поняли выйдет. Зрители развесили уши. Но мало кто догадывается, что этот всезнайка находится в розыске за мошенничество. Грег Вайнер, он же Григорий Винников. Американским политическим экспертом в ток-шоу Первого канала оказался российский турагент, которого в Нью-Йорке обвиняют в мошенничестве. В эту же степь и профессиональные груши для битья типа Ковтуна. Таких приглашают на эфиры только с одной целью – имитировать спор и показать перед огромной аудиторией, как легко разобрать аргументы глупого хохла. Ты же не тут бандеровские лозунги кричал. У тебя свободная страна. У тебя свободная страна. Причем мы еще два года назад рассказывали, что этот неудачный двойник Анопка к Украине имеет такое же отношение, как и Валя Стака. Ты помнишь? Раз вы будете меня перебивать, я вас выведу отсюда. Несмотря ни на что, вам пока слова не давали. Вот, когда дадут, тогда скажете. Оба родом из Украины, но давно сидят за поребриком и кормятся из российского федерального бюджета. Меня хотят видеть на всех каналах, на всех программах. Или может быть кто-то еще верит, что однополая любовь с Ковтуном в эфире – это не постановка? Вячеслав, ты же русский, Вячеслав, дорогой. Ну как можно, как же можно. За что издеваются? Вот так бы всегда. За что издеваются? Пример российско-украинской дружбы. Ну как, нравится кормить груши типа Ковтуна? У него вот все хорошо. Квартиру в Москве не так давно купил. А как у вас жизнь, ребята? У вас настолько все хорошо, что время покажет, две недели подряд может позволить себе говорить об Украине. Ровно четыре года назад, в 15-м году, 9-го апреля, Украина официально взяла курс на декоммунизацию. Мы собирались про выборы поговорить на Украине? Поговорим про выборы. Какой проснется Украина в понедельник? Перебиваясь один раз на США и Израиль. Вчера президент Дональд Трамп подписал документ, который означает признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над голландскими высотами. И еще разок на обнаженку с учительницей. Это история, произошедшая в Барнауле. Я вам ее коротко напомню. Из-за этих фотографий учительницы русского языка из Барнаула Татьяна Кувшинникова лишилась работы. Вы серьезно, да? Кроме сисек в Барнауле ничего важнее в России нет? Еще раз, такая ситуация не только с время покажет. У Соловьева с Михеевичем ровно та же речка. Это проект Сергея Михеева «Кто против?» Украинские шоу под названием «Выборы» продолжаются. В Киев прибыли специалисты по выборам из ЦРУ. И Украина за 20 с небольшим лет изменила принципы существования глобально. И, наконец, чудесная статистика по 60 минуткам ненависти. Оруэлл отдыхает. У Скобеева и с мужем, которые жрут пиццу прямо на украинском флаге, на 18 часов эфира только полтора часа посвящено России. 90% россиян, несмотря ни на что, невзирая на беды и невзгоды, им нравится, россиянам, нам жить в своем городе, в своем селе и вообще все равно, лишь бы только Россия. Да и то в уропатриотическом контексте. Мол, какая же США сверхдержава, если из нее все хотят уехать? А россияне, если их сравнивать и проводить сравнительный анализ, давайте с американцами, например, в гораздо меньшей степени хотели бы покинуть Российскую Федерацию, чем, например, американцы покинуть хотели бы Америку. И еще раз, это государственный канал, где за народные деньги годами сеют ненависть, при этом упорно не замечая самих россиян. На Украине идет война, над вами измываются. И вот знаете, ребята, а вам знакомо значение слова «терпил»? Да, вряд ли оно есть в словаре «далее» или «ожигово», но зачастую дворовый сленг точнее всего описывает ситуацию. Ведь назвать как-то иначе людей, которым нравится, когда на них показательно плюют, сложно. Субтитры создавал DimaTorzok